Новые – это хорошо перестроенные, старые. В Ульяновске определили кварталы старой жилой застройки, которые передадут инвесторам для строительства современных домов. Речь идет о границах проспекта Нариманово, улиц Ватутина, Урицкого, Немировича, Данченко и Глинки. После внесения изменений в мастер-план, проект решения направит на согласование. В Ульяновске достаточно старых жилых домов, жители которых мечтают переехать в современное благоустроенное жилье. Благодаря механизму привлечения инвесторов, эта мечта может стать реальностью. В регионе уже есть опыт подобных проектов. Первым таким было обновление старого жилого фонда в границах Хваткова и поселка Укасеем на площади почти 3,5 гектаров. Российские товары будут отправляться в Туркмению напрямую из Ульяновска. Для этого запустили прямой контейнерный поезд по маршруту Ульяновска-Шкабад-Инче-Бурун-Серакс. Теперь российские товары смогут быстрее доходить до Туркменистана и соседних с ним стран Афганистана, Ирана и Пакистана. По железнодорожному восточному коридору канала Средняя Волга-Каспий-Персидский залив. Уже договорились о том, чтобы проработать технологию формирования прямого блок-поезда. Это позволит существенно ускорить и удешевить доставку российских товаров в этом направлении. В Ульяновске для Цезаря построили просторный вольер, полностью отвечающий всем потребностям животного. Теперь он может наслаждаться простором и комфортом. Недавно царь зверей переехал в новый дом. Жители и гости Ульяновска могут познакомиться с ним поближе и понаблюдать за его жизнью. Однако трогать Цезаря нельзя. Весит лев более 100 килограммов, хоть ведет себя пока как обычный кот. Сотрудники Ульяновского зоопарка ездили в другие зоопарки, чтобы перенять опыт в строительстве львиного дома. Посетили Лемпопо в Нижнем Новгороде, Ленинградский зоопарк и парк Роев Ручей в Красноярске. Впереди вас ждет приятный сюрприз. В планах у зоопарка привезти в него подругу для Цезаря.